здравствуйте друзья я знал раньше хотя это было сюрпризом когда я первый раз с этим столкнулся я знал раньше что нас смотрят подростки то есть это и 14 и 15 лет 16 лет ребята и мальчики и девочки в странах бывшего ссср и это было так прикольно и неожиданно я тогда записал сериал такой возрастной да вот там как устроить жизнь когда вот тебе там 16 17 лет потом мне говорят а напиши то же самое если вот не 20 я написал для тех кто постарше и так закончился этот сериал уже там людьми за 50 то есть топов 7 этих самых сюжетов и есть плейлист на это на самом деле на эту тему но он кстати как только любое видео начинается в левом нижнем углу вот туда выходит ссылочка такая идет вот и я я в общем знал что молодые ребята тоже смотрят но сегодня я разговаривал с одним человеком из москвы мы там на разные темы беседовали и вдруг выяснилось что у него не только он и его жена и его мама смотрят наш канал а а его дочь 12-летняя смотрит наш канал и я говорю а что же такое сможет смотреть 12-летний ребенок у нас вот что что интересно и он говорит знаете год смотрит эту философскую тетрадь значит рассуждение о жизни и я думаю боже стал вспоминать себя в 12 лет это что же такое 12 лет это где-нибудь пятый класс чем я интересовался в пятом классе я читал книжки про путешественников жульверно читал приключения такие вот участвовал в олимпиадах я первый раз получил приз на московской городской олимпиаде это в мгу знаете вот пацаненку эта мама меня отвозила в мгу я еще был слишком маленький чтобы через весь город можно было там из лефортова поехать на ленинские горы меня мама отвозила на олимпиаду и потом мы ездили на награждение и мне даже дали знаете там призы такие были но там грамоты такие выдавали бородатые дядьки такие седые очень импозантные и было даже путевка на автобусную экскурсию в город по моему в калугу там по циолковским местам ну и мама меня не пустил что это было с ночевкой и там и я очень переживал очень вот это вот я все что я помню про свои 12 лет про пятый класс там вот читал книжек но но пойти там ну путешествие нужен верно ну понятно но вот чтобы девочка 12 лет и там слушала вот какие-то философские такие рассуждения о жизни о смысле об успехе и так далее я до сих пор вот хожу в таком состоянии как у меня некоторые слушатели пишут взрыв мозга это что-то видимо из новых фраз в наше время так не говорили и вот у меня такое состояние взрыва мозга этого боже нас еще и вот и вот такие тоже маленькие смотрят и и какая-то ответственность особая получается да то есть там люди постарше они сами базар там отсеивают это это понятно фильтруют можно сказать а тут же маленькие и это же как насколько вообще вот важно ну как-то этот уровень поддерживать и я поэтому обращаюсь вот к вам так к самой молодой молодежной части нашей аудитории ребята задавайте вопросы я с удовольствием для вас что-то расскажу и может быть если родители есть которые знают что их дети это это все смотрят там или что-то из этого смотрят и что-то такое для них специфически интересная я я с удовольствием что-то расскажу для детей тем более меня вот самого внучка саша ей 8 лет уже исполнилось и так она тоже подрастает к этому возрасту приближается и я так тоже с интересом знать когда по второму кругу наблюдаешь вот я уже не помню как у меня дочь была в этом возрасте но сам по себе факт что это как бы ты уже по второму циклу и совершенно другое отношение к деточке вот я очень тогда понимал мне было 22 года у меня дочь родилась а часто и вот я с удовольствием что-нибудь расскажу для самых юных можно сказать но я просто ума не приложу что им было бы интересно поэтому ребята давайте прям вот в комментариях к этому видео если есть какие-то вопросы или хочется что-то отдельно услышать я я с большим удовольствием и со всей ответственностью значит подписываюсь под то чтобы удовлетворить любопытство если она есть счастливо